Эти вещи должна знать каждая девушка. Я могу думать только о том, о чем редко упоминают, что холодная вода лучше выводит кровь, чем горячая. Обычный плевок тоже может быть очень хорошим средством. Я думаю, что в слюне есть фермент, который помогает оторвать эритроцит из ткани. После этого использования пасты из соли и воды и действительно сильного геля для душа, я обычно использую от бренда Lodge, который не сильно окрашен, или костельное мыло доктора Броннера, чтобы удалить остатки худших пятен. Это ненормально, когда периодические боли становятся настолько сильными, что вы становитесь словно инвалидом. Ненормально лежать в постели два дня напролет или более каждый месяц. Спазмы в норме, боли нет. Не страдайте молча, это может быть бесчисленное множество болезней, при которых вы можете получить помощь врача. Например, каждая десятая женщина страдает эндометриозом, и это ужасное заболевание, которое, когда вам нужна помощь, игнорируется и воспринимается как менструальные боли. Обратитесь к своему терапевту, медсестре, дежурному врачу. Если вы подозреваете, что это ненормально, сходите к кому-нибудь. В Великобритании в среднем на постановку диагноза из-за дезинформации уходит до 7 лет. Чего ожидать, когда вы пойдете к гинекологу? Клянусь, они просто отвезли меня туда, когда мне было 13 лет, для того, что, по их словам, было проверкой. Кому-то серьезно нужно провести вас через то, что должно произойти. Поскольку люди часто меня спрашивают, почему меня, 13-летнюю, отправили в гинекологический кабинет. За несколько недель до этого я приняла антибиотики, которые убили нормальную микрофлору. Потому что антибиотики убивают не только вредные, но и полезные бактерии. Я сказал ей, что там внизу у меня все чешется. Дрожжевая инфекция, вызванная антибиотиками, очень распространена. Итак, если вы не знаете, то вот чего ожидать. Вас спросят определенные вопросы, такие как. Когда были ваши последние месячные? Доктору нужна будет точная дата. Ведете ли вы половую жизнь? Это нужно знать, чтобы предложить вам варианты контроля над дрождаемостью. Спросить о проблемах, связанных с жестоким обращением и проверить вас на ИППП. Они будут осматривать вас. Вам предложат раздеться ниже пояса. Доктор выйдет из комнаты, пока вы раздеваетесь, а вы будете сидеть на маленьком кресле, пока будете ждать. Скорее всего, вы оставите небольшое влажное пятно на месте сидения, потому что так устроено ваше тело. Не беспокойтесь об этом. Когда доктор вернется, он попросит вас спуститься до конца и поставить ноги на специальные поручни. Если вы хоть немного похожи на меня, врачу придется напомнить вам, чтобы вы открыли колени, потому что вы будете пытаться их закрыть. Скорее всего, там внизу будет подсветка, чтобы лучше видеть. Врач принесет большую металлическую вещь, чтобы ему было удобнее осматривать вас. Это будет немного неудобно, но не должно быть болезненным. Вы почувствуете себя сытым внизу и иногда будете забывать дышать. Не надо забывать об этом. Они воткнут туда несколько длинных штуковин, чтобы взять мазки и, честно говоря, это самая неудобная часть для меня. Просто посмотрите на потолок и, если вы готовы, начните вежливую болтовню, которую может попытаться поддержать врач. Он также проверит наличие шишек в яичниках. Я не уверен, проверяют ли они другие части. Это будет включать в себя втыкание двух пальцев вам туда, а затем надавливание другой рукой на нижнюю часть живота. Это чертовски странно, но они не будут смотреть вам в глаза, пока делают это. Это очень быстро, меньше минуты. Если вам сделают обследование груди, вас заставят лечь на кушетку и поднять руку груди, которую они проверяют. Доктор будет надавливать и нащупывать узелки или неровности, которые могут свидетельствовать о болезни. Вам разрешат держать части тела, которые не обследуются, прикрытыми, чтобы вы не чувствовали себя слишком обнаженными. Если вы нервничаете, так и скажите. Тогда вам смогут объяснить, что происходит. Также помните, что у каждой женщины был свой первый визит, и гинекологи к этому привыкли. Они знают, что люди чувствуют себя неловко. Они знают, что женщины не привыкли к стреминам, и когда им светят там внизу. Если только вы не увлекаетесь такими вещами, в этом случае все отлично. Вот несколько дополнений. Вы можете пройти этот осмотр до 21 года. Может быть, ректальный осмотр. Если у вас есть неприятная история, которая влияет на ваш уровень комфорта при осмотре у гинеколога, скажите об этом. Хороший гинеколог поможет вам чувствовать себя более комфортно. Вы можете попросить более мелкую и неметаллическую вещь, если вам не будет комфортно с той, что использует доктор. Помимо врача, во время обследования с вами должна быть медсестра. Это для вашей же защиты. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой прекраснейший телеграм-канал. Там я пощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Длительное ношение туфель с закрытым и острым носком часто вызывает потертости мозоля. Я не уверена, как часто об этом рассказывают, но я не часто вижу, чтобы это упоминалось. Когда мне было 20, я носила каблуки и решила придерживаться стиля с открытым носком, как только узнала об этом. Я полагаю, что обычные круглые туфли могут быть не так уж и плохи. И еще то, что если вы постоянно носите высокие каблуки, они могут деформировать ваши ноги. После долгого ношения каблуков может быть больно возвращаться на плоскую подошву. Так что неважно, можешь ли ты бегать в них марафон на олимпийском спринте, время от времени делай перерыв, и твои ноги будут тебе благодарны. Кроме того, не все размеры одинаковы. Обувь никогда не должна сдавливать ваши ноги, поэтому если вы чувствуете это, скорее всего такая обувь слишком мала для вашей ноги. Никогда не бойтесь увеличивать размер, но знайте, что у обуви есть еще и разная ширина. У женщин возможна аллергия на предохранение и продукты интимной близости с мужчиной. Если вы испытываете боль во время или после акта соития, проверьте, нет ли у вас аллергия на латекс или что-то вроде этого. Очевидно, это зависит от использования противозачаточных средств. Мне потребовалось много времени, чтобы понять это. Если вы носите прозрачную одежду, например, белую просвечивающую блузку, и не хотите показывать свой бюстгальтер, наденьте бюстгальтер телесного цвета, соответствующий вашему тону кожи. Как поменять шину? Мой дед учил этому всех своих внучек, чтобы мы не застряли на шоссе. В Великобритании около 4 из 5 женщин говорят, что не любят выезжать на автострады ночью или в плохую погоду, потому что их беспокоят проколы шин и поломки. Я подозреваю, что многих женщин просто не учат таким вещам, как замена шин. Моя мама однажды застряла с проколом шины, у нее не было инструментов для починки, поэтому я позвонила дедушке, который помог ей. Однако в то время у него была сломана рука, поэтому я в конечном итоге поехала туда с ним и инструментами, и прошла ускоренный учебный курс, иначе эта машина никуда бы не поехала. Также важно знать, как использовать соединительные кабели. Я знаю удивительное количество взрослых, которые не могут пользоваться ими без инструкции и советов. Причина, по которой знаменитости всегда выглядят идеально в своей одежде, заключается в том, что она у них сшита профессионалами. Это не потому, что ты слишком худой или толстый для одежды из магазинов, а потому что ты, вероятно, не меняешь одежду и не перешиваешь ее. Идеально сидящая одежда имеет большое значение. Все кинозвезды и им подобные носят очень много макияжа, чтобы выглядеть так прекрасно. Может быть, для кого-то это должно быть очевидно. Я всегда знал, что они наносят тонну штукатурки. Чего я не понимал, так это того, насколько велика разница между тем, когда профессиональный визажист готовит звезду, и тем, когда девушка, мама которой никогда не учила ее, как краситься, пробует онлайн-советы по макияжу из интернета. Честно говоря, я даже не понимал, на что способен макияж, пока несколько месяцев назад не увидел, как мальчик делает себя похожим на Ким Кардашьян с помощью всего лишь макияжа. Честно говоря, долгое время я думал, что большинство актеров, музыкантов и моделей красиво от природы и без особых усилий. Практический совет. Важно знать, как отключить водопровод и газ в случае чего. Важно знать, как работает ваша машина и что необходимо для ее обслуживания. Я знал одну девушку, с которой я пошел в универмаг, и она не знала, что ей нужно проверять уровни масла и воды, чтобы двигатель не взорвался. Что он и сделал позже. Можно просто воспользоваться советами из интернета. Поиски в браузере на эту тему и просмотр видеороликов мне очень помогают. Папы, мамы и родственники женского пола должны поощрять молодых женщин заботиться о себе и о своих вещах. Есть более простые формы контроля рождаемости, помимо таблеток. Патч мой любимый. Можно использовать его раз в неделю и забыть о нем. Также бывают женские, мягко говоря, резинки. И еще кое-что. Не стесняйтесь выбирать размер бюстгальтера. Людям в магазине все равно, и ваше тело скажет вам спасибо. Приобретите ручной душ. Нет ничего лучше, чем ультра-свежесть и чистота передней и задней части тела. Не используйте лубрикант с глицерином. Меня этому никто никогда не учил, и раньше у меня были постоянные проблемы со здоровьем. Перешла на продукты, не содержащие глицерин, и с тех пор у меня не было никакого дискомфорта. Дорогие дамы, вы несете ответственности за управление эмоциями каждого вокруг. В моей практике есть матери, дочери и жены, которые искренне сочувствуют всем, кто их окружает, и тратят более 80% своего времени, пытаясь компенсировать эмоции этих людей. Вы не можете заставить своего ребенка, родителей или мужа быть счастливыми. Вы можете быть счастливы сами, и 90% остального – случайность. Это не делает вас эгоисткой. Это позволяет другим нести ответственность, а вам дает возможность позаботиться о себе. Не используйте для своих развлечений предметы, которые для этого не предназначены. Знать, как отказать парню, не сказав, что у вас есть парень, и не сделав вид, что вы не говорите по-английски. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков, я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока!